Ирина Кудряшова. Елочный базар. Ну вот, на настенном календаре остался один единственный листок. Ксюша с грустью осмотрела свою комнату. Никакого праздника. Ёлки нет, мишуры нет, гирлянды нет, никаких украшений и никакого настроения. А ведь еще неделю назад она мечтала о веселом новогоднем торжестве, о пышной ёлке, источающей хвойный запах, о ярких огоньках, поднимающих настроение, и о надежном человеке, который будет рядом. Но, увы, человек оказался не таким уж надежным, лампочки гирлянды перегорели, коробку с игрушками случайно уронила, вытаскивая из шкафа. Все стеклянные игрушки, хранившиеся с детства, в дребезги. Ну, а ёлку так и не купила. Ксюша заглянула в холодильник. И там пусто. А есть хочется. Что же делать, если нет никакого желания покидать квартиру и тащиться по морозу в магазин? Ксюша включила ноутбук в надежде заказать какие-то продукты через курьерскую службу. И на глаза попалась реклама ёлочного базара. Вдруг в памяти возникла встреча с цыганкой в Южном сквере, которая сказала, «В канун Нового года отыщешь счастье на ёлочном базаре». Ксюша тогда посмеялась и забыла, посчитав слова цыганки бредом. Но сейчас как будто кипятком обожгло. А может, неспроста так сложилось всё? Возможно, всё к тому и шло? Задала она себе самой вопрос и, лениво запаковав себя в зимнюю экипировку, вышла на улицу. По пути она представляла, как встретит на ёлочном базаре счастье высокого брюнета с глазами цвета моря. Замечтавшись о том, какой подарок приготовила судьба, Ксюша вдруг поскользнулась и свалилась прямо на лёд, успев уберечь голову, как учил её отец. Поднявшись кое-как из-за синтепоновых штанов, в которых она постоянно чувствовала себя неуклюже и неловко. Она отряхнула снег с комбинезона и медленно поплелась дальше. Ёлочный базар был полон народом. Как будто у людей раньше не было времени и в самый последний момент всем вдруг одновременно понадобились ёлки. Да уж, встретишь тут своё счастье, жди! Ксюша недовольно обошла все ряды. Протискиваясь сквозь толпу толстых курток, шуб и дублёнок. Наконец-то одна небольшая пушистая ёлочка привлекла внимание девушки, и она поспешила её купить, а затем попыталась выбраться на свободу с колючей ношей в руках. Люди недовольно вздыхали, охали, толкались, когда их задевали колючками, да ещё и в смоле. Но делать было нечего. Ксюша сама не могла быть довольной, ведь мало того, что какой-то чёрт дёрнул её потащиться на этот базар, так ещё и в магазин теперь не сможет зайти из-за ёлки. Придётся выходить из дома ещё раз. Так она и сделала. Оставив ёлку в коридоре, захлопнула дверь и снова побежала вниз по лестнице. Вот тебе и счастье, подумала Ксюша. Ну, умная я, нет, поверить какой-то цыганке, потащиться на базар, купить ёлку, которую даже украсить нечем. Вот надо оно было, нет? В супермаркете всё блестело и сияло праздничной мишурой, светящимися гирляндами и ёлочными шарами. Устоять перед такой красотой Ксюша не смогла и наложила полную корзину новогодних украшений. Пришлось вернуться за тележкой, чтобы было куда сложить продукты. Настроение немного улучшилось, и рассчитавшись на кассе за покупки, она взяла пакеты и поспешила домой. На этот раз уже внимательнее смотрела под ноги и до дома добралась благополучно. Бросив пакеты в коридоре, она сняла с себя верхнюю одежду и решила позвонить подруге, а уже потом приняться за уборку, украшение, приготовление. Ксюша долго не могла найти телефон, и вдруг, как будто ведро ледяной воды вылили ей на макушку. Она вспомнила, как на ёлочном базаре ей звонили по поводу вакансии, на которую она оставляла резюме и пообещали перезвонить после праздника. Видимо, она положила телефон мимо кармана. Ксюша взвизгнула от обиды и досады. Хоть телефон был очень староват, его уже давным-давно пора было бы заменить, но в нём хранились все контакты, пин-коды от двух банковских карт и пароли от социальных сетей. Ну, нравилось ей хранить эти данные в телефоне. Ксюша снова надела на себя тёплые вещи, достала скотч, порывшись в тумбочке, взяла листок бумаги и написала. На ёлочном базаре был потерян телефон. Для нашедшего ценности он не представит, а владельцу очень дорог. Прошу вернуться вознаграждение. Адрес. Она понятия не имела, какое вознаграждение сможет предложить, но побоялась, что без этого обещания её телефон могут просто выбросить. Наклеив объявление у каждого входа на ёлочный базар, она направилась обратно к дому, в надежде, что ей принесут потерю и нужно быть поскорее дома. Вдруг за спиной она услышала жалобный лай. Обернувшись, увидела, как среди ног прохожих мечется белый пушистый пёсик. Он то и дело успевал изворачиваться, чтобы не попасть под подошву чьих-нибудь унтов и пытался заглянуть в лица людей. Было видно, что собака потерялась, это не был бродячий пёс, и Ксюша решила ему помочь. Она пробралась сквозь толпу и подняла на руки протрогшего пса. «Кто собаку потерял?» громко крикнула Ксения. Все начали оборачиваться, но никто не отозвался. Она прижала собаку к себе и решила забрать, а уже позднее написать объявление о находке. Вернувшись домой с новым другом, Ксюша первым делом положила ему еды и налила воды, а уже потом начала переодеваться. Освободившись, наконец, от тяжелой одежды, она облегченно вздохнула и принялась разбирать сумки. Пёсик ходил по квартире, виляя хвостом и обнюхивая все вещи. «Ну что, твоим домом не пахнет, да?» «Ничего, найдем твоего хозяина!» «С радостью от того, что хоть не сама с собой теперь разговаривает», сказала Ксюша. Она поставила елку в ведро с песком и принялась ее наряжать. Пёс схватил мишуру и принялся игриво таскать ее по полу, рыча и виляя хвостом. «Поиграть захотел? Какой ты шустрый!» «Слушай, тебе ж, наверное, гулять надо сходить?» «Давай, сейчас дела закончим и прогуляемся немного, а потом праздничный ужин вместе приготовим». Идет? Пёс радостно завилял хвостом, заглядывая Ксюше в глаза и будто понимая, о чем идет речь. Когда елка была наряжена, Ксюша без особого энтузиазма снова надела на себя толстые штаны и куртку. Обулась, а песик уже поджидал ее у порога, немного поскуливая. Взяв собаку на руки, Ксюша закрыла дверь и осторожно начала спускаться вниз по лестнице. Как только вышли из подъезда, пес побежал к первому же столбику, который заметил во дворе. Затем начал бегать по снегу, резвясь и тихо полаивая, словно приглашал Ксюшу в свою игру. Вдруг за спиной Ксюша услышала мужской голос. «Принц!» Пёс взвизгнул и бросился со всех лап навстречу незнакомцу. Ксюша поняла, что это хозяин собаки и тихо сказала. «Я нашла его на елочном базаре. Он метался и очень замерз. Я планировала поклеить объявление о находке, а вы вот сами нашлись». «Спасибо вам огромное, что приютили. А я так боялся, что его кто-то украл. Зачем только взял его с собой на этот базар, сам не понимаю. Как мне вас отблагодарить?» «Да не стоит! Мне приятно было помочь такому милому принцу». «Пока, принц!» Ксюша развернулась и поспешно зашла в свой подъезд. Вернувшись домой, она почувствовала грусть и пустоту. Прошла на кухню и занялась приготовлением праздничного ужина. Для чего ей это было нужно, она не понимала. Но праздник значит праздник. Она решила не грустить и встретить Новый год как положено. Весело, с телевизором, оливье, огоньками гирлянд. Пусть в одиночестве, но гордом. Стрелки приближались к одиннадцати, и стол уже был накрыт. Ксюша надела свое единственное праздничное платье и включила телевизор. Раздался звонок в дверь. Она посмотрела в глазок. Это был хозяин принца. Ксюша даже не подумала, откуда он мог узнать номер квартиры и сразу открыла дверь. Он сначала замешкался. Было видно, что мужчина сильно удивлен. «Я...» Он протянул Ксюше ее телефон. «На елочном базаре нашел днем. А потом, когда вернулся принца искать, увидел объявление ваше. Я, собственно, и шел по объявлению, но только своего пушистика стоило увидеть, забыл напрочь обо всем. Сейчас вспомнил, думаю, вдруг вам звонить будут, а телефона нет. Праздник все-таки». Ксюша улыбнулась и взяла телефон. «Спасибо, но вы могли бы утром его принести. Вас ведь ждут, наверное, к праздничному столу. А мне звонить-то некому. Подруга только. Да и то уже, наверное, где-то празднует. А у меня один принц дома. Но он уже спит». Мужчина взглянул на Ксюшу и быстро отвел взгляд в сторону. Она обратила внимание, что он вполне привлекателен, серьезен и к тому же стеснителен. Вспомнила, что пошла на елочный базар проверить слова цыганки о том, что отыщет там свое счастье. И рассмеялась. «А знаете что? Давайте вместе встретим Новый год, коль никого из нас нигде не ждут». Предложила Ксюша, сама от себя такого не ожидая. «Я не против», – улыбнулся мужчина. «Меня, кстати, Кириллом зовут». Когда в полночь часы начали счет, Кирилл поднял бокал с шампанским и посмотрел Ксюше в глаза. «С Новым годом нас! С новым счастьем!»